Здравствуйте с тем, кто смотрит это видео. На связи Наталья Бегов, основатель школы бизнеса. И сегодня у меня в гостях Наташа, мама маленького сына Захара. Мы сегодня будем разговаривать, как мама находит силы, находит желание заниматься малым бизнесом. Наташа, привет! Захар, привет! Привет, Наташа! Небольшая информация обо мне. Меня зовут Наталья Заболуцкая, мне 36 лет. Это мой первый список, 8 месяцев. На сегодняшний день я воспитываю его одна. Это было мое решение. Так как года идут, ребенок просто нужен и необходим. То есть это мое будущее, это мое вложение и инвестиции самые основные. Вот, поэтому ради ребенка на сегодняшний день я ищу возможности каких-то заработков, будучи, находясь в декретном отпуске. Наташа, вот большинство все-таки мамочек, они прикрываются своими малышами и говорят, у меня маленький ребенок, мне нужно много времени, там, ходить в бассейн, там, на массаж. Ну, многим детям рекомендуют массаж. И вот как мама, да, ты как мой партнер, ты все-таки нашла время заниматься этим бизнесом дома. Ну, конечно, мы совместно с тобой занимаемся этим проектом, но, тем не менее, ты не прикрылась ребенком, как многие мамы говорят, вот ребенок пойдет в детский сад, у меня появится много времени. Это, знаешь, так же, как пенсионер, вот я пойду на пенсию, захочу там стать богатым. Ты параллельно нашла вот этот ресурс времени и определила для себя возможность, занимаясь своим маркетингом. Вот расскажи, почему именно это с тобой произошло? На самом деле, ребенок, конечно, отнимает очень много времени. К тому же, действительно, хочется ребенка лучше это отвезти и в бассейн, и отвезти в какие-то развивающие центры. Все это, соответственно, стоит на сегодняшний день немалых денег. Если находиться в декретном отпуске, и как в данный момент у меня обеспечение только отпуском по уходу за ребенком, это 18 тысяч рублей, этим ограничен мой ресурс, потому что, к тому же, у меня есть ипотека, которую нужно оплачивать, это 27 тысяч ежемесячно. Соответственно, на сегодняшний день у меня оформлены ипотечные каникулы, так как понятно, что мне это непосильно в данный момент оплатить 100%. Вот в силу этих всех причин был поиск какого-то решения, какого-то дохода, который был бы удобен, удобно было совмещать с ребенком. Почему с ребенком можно этим заниматься? Потому как на сегодняшний день достаточно много различных инструментов, гаджетов, которые можно с собой носить, там тот же телефон, тот же планшет и быть всегда на связи. Если с ребенком гуляешь, если на улице, и ребенок, как правило, все равно хотя бы полчаса спит. Если полчаса спит, то уже есть возможность не просто посидеть на лавочке и поговорить непонятно о чем, познакомиться там с кем-то и так далее, а уже непонятно заняться каким-то делом, которое будет тебе интересно, будет тебе к тому же еще приносить доход. Спасибо, Наташа. Вот в помощь в нашем проекте дана хорошая образовательная программа «Бизнес-образование» этой команды А2А Network. Я знаю, что ты уже начала проходить некоторые задания, скоро мы с тобой запишем видео. Вот скажи, пожалуйста, насколько тебе этот инструмент помогает или дает уверенность, как получение вот именно бизнес-образования, занимаясь сетевым маркетинговым? На самом деле, бизнес-образование в данной компании очень интересно тем, что есть тренер, который дает задания, и следующее задание ты не получишь, пока ты не выполнишь первое задание и не отпишешься результата. На самом деле, это несколько заводит, потому как хочется же узнать что-то дальше. Плюс ты получаешь обратную связь. Правильно ли ты понял то, что давалось в тех модулях, которые тебе отправили. Соответственно, само еще образование интересно тем, что, находясь в декретном отпуске, мы переключаемся для детей и, конечно же, начинаешь самым натуральным образом где-то потупливать, то есть где-то меньше скорость соображения, уже реакция не та. Несмотря на то, что я работала до этого, до декретного отпуска в компании, которая занимается продажей, розничной продажей, соответственно, на сети в супермаркетах. Соответственно, достаточно интенсивная была работа там, скорость принятия решения была достаточно высокой. На сегодняшний день, переключившись на ребенка, я вижу, что я уже где-то теряю вот эти свои квалификации, только быстроты. И, конечно, это вернется, когда вернешься на работу, но, опять же, это пройдет какое-то время. Сегодня прошло 8 месяцев в декрете. Я, как минимум, буду находиться до полутора лет, а может, и до трех. Соответственно, в последней сети просто атрофировать мозги, это, на самом деле, наверное, неправильно. Понятно. Я уже вижу, что ваш малыш хочет отдыхать. Я всем хочу сказать, кто смотрит это видео, внизу находится ссылка. Мы приглашаем вас заполнить внизу анкету и начать с нами бизнес в компании А2 Network. И, собственно говоря, с Наташей особенно акцент хочу сделать на молодых мамочек. Мы увидимся очень скоро в следующем видео. Наташа, я тебя благодарю за это коротенькое видео. Я думаю, многие мамочки и не только задумаются, что действительно параллельно можно рассмотреть для себя возможность и маленькими шагами идти к изменению жизни. Я благодарю тебя и Захара за ваше терпение. Желаю вам успехов и динамичной росты команды. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok